Утро в Доме Российского Исторического Общества началось с осмотра выставки, привороченной к годовщине начала агрессии НАТО против Югославии. Экспозиция «Военные преступления стран НАТО на территории бывшей Югославии» подготовили сотрудники Фонда исследования проблем демократии. В 1999 году авиационные армады крупнейшего в истории военного блока НАТО всей своей мощью обрушились на мирные сербские и черногорские города и села. Это вовсе не была попытка со стороны Альянса разрешить очень острый сербско-албанский конфликт. Нет, это была демонстрация силы. Такая наглая и агрессивная демонстрация силы в нарушении всех норм международного права. На выставке представлены многочисленные фотографии, фрагмент обшивки бомбардировщика стран НАТО, сбитого у границ с Венгрией и часть крылатой ракеты. Заокеанские организаторы агрессии против Югославии не вынесли из содеянного никаких уроков. Позднее были военные преступления НАТОвских солдат в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, а теперь и на территории некогда братской Украины. Звеньями в этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать и Донбасс, и Крым. Однако своевременное начало специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики позволило предотвратить этот сценарий и избежать самых трагических последствий. В ходе круглого стола собравшиеся вспомнили и о знаменитом эпизоде 1999 года, тогда возглавлявший правительство России Евгений Примаков, направляясь с визитом в США, узнал о начале бомбардировок Югославии и приказал немедленно развернуть правительственный борт и вернуться в Россию. Разворот Евгения Максимовича над Атлантикой, да, действительно, это был знаменательный, очень важный момент в повороте нашей политики. Мы начали осознавать, что повышение обороноспособности это абсолютно необходимая задача для нашей страны. Но агрессивная политика США и блока НАТО стала вполне очевидной для всего мира и для руководства страны. 28 лет назад, в августе 1995 года, на территории современной Боснии-Герцеговины была начата военная операция НАТО «Обдуманная сила», проводившаяся без одобрения Совета Безопасности ООН. В результате агрессии погибло не менее 150 мирных жителей. За две недели было совершено более 3000 самолетов вылетов и сброшено около 1000 авиабомб, использованные боеприпасы с обедненным ураном. Те, кто виноваты в вызывании такого количества болезней, зла, убийств, должны ответить за свои поступки, потому что их поступки убивают детей, которые еще не рождены. А ведь они могут зародиться этими радиоактивными элементами – ураном, плутоном и так далее. Это результат бомбардировок оружием, соведненным ураном. В ходе выступления внук Евгения Примакова подчеркнул, что сейчас некоторые западные страны проводят по отношению к России такую же агрессивную политику, как и к Сербии в 90-х. Сербы прошли по итогам этих конфликтов через тот путь, через который, к сожалению, пытаются провести нас, через демонизацию, через отмену Сербии как такового. Да, сербы были назначены преступным народом, с коллективной виной за это, то, что пытаются сейчас сделать с нами. Впрочем, стремление Запада диктовать свою позицию непременно получало и всегда будет получать отпор от России. Служба информации фонда «История Отечества».